Полисы ОСАГО за треть от реальной стоимости можно купить в Екатеринбурге. Страховые документы даже доставят по любому адресу. Правда, в случае ДТП эти бумаги не станут охранной грамотой, а скорее добавят проблем. Павел Чумаков провел расследование и выяснил, как не купить липовый полис. Пословица «Скупой платит дважды или даже трижды» стала еще более актуальной. Тарифы на полисы ОСАГО в начале года заметно возросли, и многие автолюбители пытаются сэкономить на автогражданке. Ну а раз есть спрос, будут и предложения от мошенников, предлагающих купить заветный бланк по очень привлекательной цене. Всего за 1600 рублей. Схема продажи липовых полисов ОСАГО достаточно проста. Сначала ряду абонентов приходит вот такое СМС-сообщение, где указан сайт продавца, а также телефон для связи. Затем покупатель, который заинтересовался, связывается по одному из номеров и сообщает свой адрес, куда подъедет курьер и привезет чистые автодокументы. Причем продавец на своем сайте подробно объясняет, как правильно вносить свои данные и даже дает ссылку на специальную программу, с помощью которой и необходимо заполнять полис ОСАГО. Мы позвонили по одному из указанных номеров. На вопрос, не попадусь ли я при проверке инспекторами ГИБДД, слышу уверенное нет. Оказывается, с липовой бумажкой можно буквально все. Слова оператора подтверждает и курьер, который подъехал буквально через полчаса после заказа. Если ездить, то эти ментанты, которые стоят на дороге, им вообще фиолетово что-то у вас. Либо была зелененькая бумажка, правильно заполненная. Все. Можно на учет ставить, есть прецеденты. Начинаем проверять документы. Абсолютно чистый полис с синей печатью страховщика. Осталось только вписать свои данные и можно ехать. Как говорится, все включено и всего за 1600 рублей. Единственное, в случае ДТП страховых выплат с такими полисами не получить. Об этом продавцы заботливо предупреждают своих клиентов у себя на сайте. А вот в случае внезапной проверки владельца такого полиса наступает совсем другая ответственность. Уголовная. Если мы покупаем, мы сознательно идем на риск. Если произошло ДТП, человек попадает как минимум на административный штраф, во-вторых, на выплату возмещения из собственного кармана, а не за счет страховой компании. И есть вероятность возбуждения уголовного дела, если будет установлено, что человек сам сфальсифицировал все эти документы. Слова юристов подтверждают и сотрудники ГИБДД. Они утверждают, инспектор всегда отличит подделку. В первую очередь, на что обращается внимание, это защитная полоса, которая идет вдоль всего полиса. Соответственно, синие печати, которые должны быть на страховом полисе. Полис агента, который выдал эту страховку. А также квитанция, которая должна быть обязательно выдаваться с полисом. В нашем случае синие печати на документе были. И принадлежали они одной очень известной страховой компании. И, как выяснилось, в агентстве знают, что под их именем торгуют поддельными полисами. Но прекратить это они пока не в силах. И лишний раз напоминают автолюбителям, как не стать жертвой мошенников. Если вы приняли решение приобрести полис вне офиса страховой компании, то в момент покупки вам стоит обратить внимание на следующие детали, которые могут свидетельствовать о мошеннических действиях. Пролонгацию договора страхования предлагает ранее незнакомый агент или сотрудник страховой компании. Продавец предлагает купить договор с существенными скидками. Продавец предлагает воспользоваться услугами курьера по доставке полиса на любой адрес вне офиса страховой компании и его продающих подразделений. В итоге с таким полисом в проигрыше всегда останутся автовладельцы, клюнувшие на подделку из-за низкой стоимости. Приобретая фальшивку, заранее спросите себя, а стоят ли несколько сэкономленных тысяч тех проблем, с которыми придется столкнуться на дороге. Павел Чумаков, Евгений Кузнецов. События ОТВ.